Баку нарвется на армянскую и российскую ПВО «Храмчихин». Российское издание «Военно-промышленный курьер» опубликовало статью заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина о возможных сценариях развития событий в Нагорном Карабахе. Историк утверждает, что война в Карабахе неизбежна, так как армянская сторона предпочитает сохранить статус-кво, а азербайджанская сторона не может смириться с потерей территорий. Мирный вариант возможен лишь при капитуляции одной из сторон. Автор отмечает, что азербайджанская армия превосходит армянскую армию НКР по вооружениям, однако это обстоятельство не является решающим. «Дело в том, что в 1994 году ситуация была аналогичной, что не помешало Азербайджану потерпеть разгромное поражение», — пишет автор. Отмечается, что успехом для армянской стороны в возможной войне станет сохранение территорий, а для Азербайджана — только возврат всех территорий. Армянам можно сидеть в обороне, азербайджанцы обязаны наступать. За четверть века в НКР создали мощная система укреплений, вообще территория весьма удобна для обороны. В Ереване и Степанакерте могут рассчитывать на то, что вражеское наступление сразу в ней увязнет. Это позволит выбить значительную часть техники и наиболее подготовленного личного состава противника, после чего атакующий потенциал Азербайджана будет полностью утрачен. А на его восстановление потребуются даже не годы, а десятилетия, — пишет Храмчихин. По его мнению, Азербайджан не может ударить по Карабаху только в одном направлении, так он попадет в мешок, а наступать по всему фронту невозможно. Историк отмечает, что в случае вовлечения в конфликт Армении, в боевые действия могут вступить российские ВС. При отдельных артиллерийских обстрелах приграничных сел Москва пригрозит Баку на словах, а если азербайджанские самолеты начнут бомбить Ереван, то почти наверняка нарвутся не только на армянскую, но и на российскую ПВО, — отмечается в статье. Александр Храмчихин добавляет, что армянская сторона может лишиться территории лишь в том случае, если поверят в НАТО в ущерб сотрудничеству с Россией. Ранее Росарминфа сообщила, что Александр Храмчихин в статье «Нагорный Карабах. Пороховая бочка за Кавказе» рассказал хронологию Карабахской войны.